Начинаем обсуждать молитвы Царицы Кунти. Первая песня Шримад Бхагаватам, 8 глава, текст 18. Первая шлока, открывающая раздел, где Царица Кунти выражает свой ум, свои реализации в отношении Господа Кришны. Итак, текст 1.8.18. Кунти увача намасе пурушам твадьям ишварам прокритэх парам, алакшам сарвабхутанам антарбхир аваститам. Шримад Бхагаватам сказала, о Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальная личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого. Комментарий. Шримати Кунти Деви прекрасно знала, что Кришна, хотя и играет роль ее племянника, является изначальной личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки, выразить почтение своему племяннику. Поэтому она обратилась к Нему как к изначальному пуруша, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно. Поэтому в Ведах о нем говорится как о главном среди всех живых существ. Нитионитианам чета наш чета ананам. И затем его вновь называют здесь Ишварой, повелителем. Живые существа и полубоги, как например Чандра или Сурия, тоже до некоторой степени Ишвары, но никто из них не является верховным Ишварой, высшим повелителем. Он парамешвара, сверхдуша, он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти, как ее племянник, он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах. В Бхагавадгите 5.15 Господь говорит, «Я нахожусь в сердце каждого, и только благодаря мне человек помнит, забывает, сознает и т.д. Все веды предназначены для того, чтобы постичь меня, ибо я составитель вед, и я же учитель веданты». Царица Кунти подтверждает, что пребывая внутри и вне всех живых существ, Господь все же остается невидимым. Господь, если можно так сказать, является загадкой для обыкновенного человека. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, находясь перед ней, одновременно вошел в чрево Уттары, чтобы спасти плод от действия Брахмастры Ашватхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте или Он всепроникающий. Фактически верно и то, и другое, но Он оставляет за собой право не раскрывать себя тем, кто не предался Ему. Эта оградительная завеса называется энергией Майи, Верховного Господа, и она ставит пределы ограниченному видению мятежных душ. Это объясняется в следующем стихе. Ом Агьяна Тимиран Дхасья Гьянан Джана Шалакая Чакшуран Милитамья Натасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манобхиштам Стхапитамья Набхутале Сваям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчхакалпатарубьяща Крипасиндхупевача Патитанам Паванибхио Ваишнавибхио Намо Намаха. Жай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Ва Садигаур Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Еще раз текст. Шримати Кунти сказала, о Кришна, я склоняюсь перед тобой, ибо ты изначальная личность, и на тебя не влияют качества материального мира, ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого. Шилпропада дал несколько лекций на эту шлоку за годы своей проповеди в западном мире. И он уделяет большое внимание философским аспектам, которые содержатся в этом стихе, а именно утверждение Кунти Деви о том, что верховная личность Бога находится внутри всего и также он вне всего одновременно. Шилпропада уделяет внимание этому философскому аспекту. Именно понимание верховной личности Бога таким образом является сознанием Кришны как таковым. То есть сознание Кришны означает сознавать верховную личность Бога таким, какой он есть, вместе с его различными энергиями. Да, и понять вот это, понять каким образом верховный Господь, он пребывает внутри всего. Внутри всего здесь подразумевается аспект параматмы, аспект или экспансия верховной личности Бога, в которой он присутствует в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. И также Антах внутри означает во Вселенной, внутри Вселенной. Он за пределами этой Вселенной, он за пределами вообще материального творения, вот этой Деви Дамы. Он вечно пребывает со всем своим окружением, в своей духовной обители, на Галлоке, Вриндаване и на множестве планет Вайкунхи. Это означает он вовне, то есть относительно нашей диспозиции, относительно нашей локации здесь в материальном мире. Он находится вне этого материального мира, в своей вечной духовной обители, где он вечно занят трансцендентными лилами. И также он внутри, он все-таки входит в эту Вселенную в форме одного из Пуруш. Также, да, не только он занят лилами в своей изначальной форме Кришны или в множестве форм Нарайаны на Вайкунхах. Он также в форме одного из Пуруш, Маха-Вишну, находится вовне. Именно в этой форме Маха-Вишну является причиной множества планет, не планет, а множества вселенных, которые эманируют, выходят из пор на теле Маха-Вишну. То есть в форме Пуруши, первой Пуруши-аватары, Маха-Вишну, Господь находится вовне. И он входит также в каждую Вселенную. Шилу Пропад говорит, что антар или внутри означает, что он находится внутри Вселенной. И это имеется в виду форма Гарба-Дакашая-Вишну. И также он находится в сердце каждого и в каждом Атаме. Здесь имеется в виду форма Кшира-Дакашая-Вишну или Сверхдуша, Параматма. И понимание всех этих Пуруш является определенным аспектом реализации в сознании Кришны, обладания сознанием Кришны. Человек, находящийся в сознании Кришны, осознает Верховную Личность внутри и вовне одновременно. То есть он осознает, как Личность Бога, являющаяся Его объектом поклонения, Личность Бога, это Своям-Багаван или Верховный Господь, занятый трансцендентной лилой в Духовном мире. Он является объектом поклонения, Он является объектом Бхакти. Мы не йоги и не гьяни. Нашей целью не является ни Браман, ни Параматма. Мы не прикладываем усилий, мы не тужимся каким-то образом, так сказать, как это делают гьяни или йоги, чтобы осознать какой-либо аспект Господа, вторичный аспект, Браман или Параматму. Мы поклоняем и занимаемся Бхакти. Бхакти подразумевается Своям-Багаван или изначальный аспект. Бхакти является объектом Бхакти, не Сверхдуша. Мы осознаем Сверхдушу или ожидается, что по мере практики сознания Кришны, человек осознает и другие аспекты Верховной Личности Бога, такие как Браман и Параматму и вообще Пуруши, формы Господа, в которых Он творит, поддерживает и разрушает этот материальный мир. Это осознание приходит как сопутствующий плод, то есть мы к нему не стремимся, это просто включено, это уже есть в пакете. А если мы обретаем сознание Кришны, занимаясь предным служением Кришне под руководством истинного Духовного Учителя, совершая такие процессы предного служения, как шрам, киртан, поклонение в храме и так далее, то мы естественным образом осознаем и второстепенные подчиненные высшему аспекту, аспекты Верховной Личности Бога, такие как Браман и Параматму. Здесь очень важно обратить внимание на то, что Кунтидеви является женщиной, женщиной из ведической системы, из ведической культуры. То есть, что это подразумевает? Это подразумевает, что она никогда не пыталась выполнять чужие обязанности, она всегда выполняла свои женские обязанности. И она не изучала Упанишады. То есть, это женщина, которая не занималась изучением веданты, она не изучала Упанишады. Но то осознание, которое она выражает здесь, то есть, она видит, что Кришна в своей форме Бхагавана, Господа, стоит прямо перед ней, как ее племянник, и подошел к ней попросить ее благословений. И одновременно с этим она видела, что он вошел в чрево Утары, чтобы защитить Махараджу Парикшта, и одновременно она видела, что он находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. То есть, это ее осознание. Она обладала пониманием, которое можно обрести через гьяну, через аскезы, через изучение Упанишад, через контроль ума и чувств. Всем этим Кунти Деви не занималась. То есть, мы можем считать, что вести религиозную жизнь, свободную от греха, это контроль чувств, но в действительности это для нас только является контролем чувств. В случае с Кунти Деви, безусловно, это не является контролем чувств, это является стильным жизни, к которому она и многие, менее даже великие личности того времени, были просто приспособлены, так сказать, с самого рождения по природе своей. Религиозная жизнь, это еще не контроль чувств, потому что религиозная жизнь подразумевает чувственные наслаждения, она их не исключает и не запрещает. То есть, религия означает свобода от греховной деятельности, но при этом позволяются регулируемые чувственные наслаждения. И женщины классически, они не занимались гьяной, они не изучали веданту, они не контролировали, не пытались контролировать чувства, совершая какие-то аскезы, отрекаясь от чего-то. И тем не менее, мы видим, что Кунти обладает полнотой сознания Кришны, которая включает в себя осознание вот этих второстепенных аспектов, аспекта Браманы и Параматмы. То есть, она выражает здесь свое понимание Господа в его аспекте Пуруши, Пуруша-аватар. Именно об этом она говорит здесь, внутри всего и вне всего. И мы находим подобное утверждение в одной из Упанишад, а точнее сказать, в самой главной Упанишаде, из всех 108 Упанишад. Она нам известна лучше, чем другие Упанишады, это Шри Иша Панишад. И в пятой мантре Шри Иша Панишад говорится. Верховный Господь и ходит, и не ходит, Он далеко и в то же время очень близко, Он пребывает внутри всего и все же Он вне всего. То же самое утверждение, это утверждение главной Упанишады, Шри Иша Панишады. Он пребывает внутри всего и все же Он вне всего. Итак, вот на этот момент следует обратить внимание. Пожалуйста, давайте обратим внимание на этот момент. Кунти-дэви не изучала Упанишады, не занималась йогой, не занималась гьяной, контролем чувств, аскезами. Она была женщиной ведической культуры и выполняла просто свои женские обязанности. Но при этом она обладает вершиной трансцендентной, то есть она находится на вершине трансцендентного понимания. Она обладает высшим пониманием абсолютной истины. Она осознает Верховную Личность Бога Кришну, пребывающего внутри всего и вне всего. Это утверждение будет звучать как мантра много раз в течение этой лекции. В действительности оно звучит часто в различных шастрах. И это то, что мы должны понять. Не оставаться теоретиками. Не надо оставаться теоретиками. Быть теоретиком грустно и опасно. То есть несмотря на то, что мы вроде бы формально принимаем сознание Кришны, практикуем какие-то методы сознания Кришны, если мы недостаточно искренние, то мы остаемся теоретиками. Кришна не открывается нам в той мере, в которой он открыт и доступен. Царицы Кунти. Но цель человеческой жизни именно достичь вот этого сознания, которым обладает здесь Царица Кунти. И нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы очиститься от материальной скверны и в полной мере обрести сознание Кришны. В полной мере освободиться от невежества, от влияния гун материальной природы, которые сбивают нас с толку и искажают наше видение. Мешают нам видеть Кришну, Верховного Господа, как пребывающего внутри всего и вне всего. В этом цель сознания Кришны, в этом цель любых аскез, в этом цель любых усилий, в этом цель всех вет, как цитирует здесь Шила Прабхупада. Вот на это надо обратить внимание. Кунти не пыталась понять это все отдельно как-то, изучая Упанишады, совершая аскезы. Ей это было открыто само собой. Это, как говорится, было в пакете с сознанием Кришны. Сознание Кришны, привязанность Кришны, любовь Кришны, включает в себя понимание всех его аспектов, всех его проявлений, всех его энергий. И Кришна может пребывать внутри всего и вне всего одновременно посредством своих непостижимых энергий. То есть здесь необходимо понимание энергии Абсолюта. Абсолют без энергии Браман. То есть это Абсолют, не имеющий энергии. Это очень-очень поверхностное понимание Абсолютной истины. Абсолют его материальной энергии, Пракрити в форме трёх гун материальной природы, это тоже частичное понимание Абсолютной истины, более продвинутое, чем понимание Брамана. Но понимание Бхагавана со множеством непостижимых энергий, как духовных, так и материальных. И подразумевается понимание, как действуют эти энергии, как посредством этих энергий Кришна может быть и внутри всего, и вовне всего. И не только это, в том числе это. Ачинти-шакти. То есть понимание этого аспекта подразумевает понимание действий энергии Кришны. Кришна обладает энергиями. Парася-шакти-рви-дхайва-шруя-те-свабавики-гяна-бала-крия-ча. Их можно на три категории поделить, все его энергии. Гьяна-бала-крия. Есть разные синонимы. В Ведах встречаются разные синонимы этим трём энергиям. Энергия бытия, то есть энергия, обеспечивающая существование чего-либо. То есть всё, что существует, оно существует, потому что эта энергия обеспечивает это. Она позволяет быть чему-то. То есть бытие бала или сандхини, другой синоним. Это одна категория энергии. Другая категория крия, это действие. То есть динамика. Совершается деятельность. Что-то появляется, создаётся, развивается. Жизнь, динамика. И это приносит наслаждение. Это синонимом крия является хладини. Трансцендентное наслаждение. Вообще наслаждение. То есть невозможно наслаждаться, если мы подобны дереву или куску дерева, или пеньку, или камню. Необходима деятельность. Карма, крия означает деятельность, творческий импульс. Тогда можно наслаждаться как на материальном, так и на духовном уровне. И гьяна, или чит, шакти. Это энергия сознания. Благодаря этой энергии возможно осознание своего существования. То есть мы все живые существа, и мы понимаем, ни для кого не вопрос. Нет ни у кого никаких сомнений, существуем мы или не существуем. Хотя есть философии, которые ставят это под сомнение. Но если мы в здравом уме, то мы можем легко подписаться. Я существую точно, 100%. Где бумаги, могу подписать. Я уверен, я существую. И также мы можем осознавать существование окружающего нас мира, окружающих нас предметов и личностей, явлений. То есть сам вид сознания, это присуще верховной личности Бога и всем его неотъемлемым частицам. дживы, дживатмы или пограничная энергия. Также является прокрытие его энергии. Фактически мы являемся частицами Кришны. Поэтому вот это материальное покрытие лишь временно в нашем случае. Это должно... И вот этот факт осознания того, что я, живое существо, отличное от материального тела, в действительности являюсь вечной неотъемлемой частицей Абсолюта, верховной личности Бога. И поскольку Абсолют никогда не может быть покрыт материей, как говорит здесь Кунти, не влияют материальные качества, так же и я, являясь частицей Абсолюта, не могу быть покрыт материей навечно. То есть это покрытие временно. Вот осознание дживы Госвами в Бхакти Сандархи объясняет, что вот это осознание является основой веры, то есть является причиной Шрадхи, причиной веры. Почему я практикую Бхакти? И почему никто и ничто не сможет преданного остановить от практики Бхакти? Никто не сможет поселить в его уме сомнения. Никто не сможет... Никто и ничто. И даже несмотря на то, что преданные очень смиренные и считают себя очень падшими и очень никчемными, они все равно очень выдушевлены на практику Бхакти. Никто не сможет их остановить. Почему? Потому что они понимают, что они являются частицами Кришны. И как Кришна недоступен влиянию материальной энергии, так и мы, являясь его частицами, лишь на время можем попасть под их влияние. Это временно. А то, что временно, с этим нужно постоянно бороться до того момента, пока оно не исчезнет. То есть это очень простая стратегия. Нужно идентифицировать, что временно, что вечно. То, что вечно, в этом надо искать прибежище. В этом нужно развиваться. То, что временно, с этим нужно сражаться. Сражаться до какого момента, пока это не исчезнет. То, что не вечно, должно исчезнуть. нужно приветствовать когда что-то ищет временное осад исчезает это причина веры это то почему мы практикуем бакте несмотря ни на что не несмотря на то что мы можем понимать что мы оскорбители мы грешники и что нам мы задумы достойны наказания и прогресс сознания кришны невозможен пока я не искуплю свои оскорбления пока я не изменюсь серьезным образом мы никогда не оставляем процесс предного служения поскольку понимаем что мы частицы господа и быть занятыми в служении ему независимо от того происходит прогресс или не происходит это естественное для нас положение это лучшее что может с нами быть быть занятыми при этом служение то есть это привилегия просто иметь возможности для практики сознания кришны и общения с преданными это милость кришны которая гораздо ценнее чем его милость допустим в отношении живых существ которых он назначает на пост брама или индры то есть даже вот жить в новом и пуре в этой избушке это и практиковать бакте это лучше чем стать индрой царем царем райских планет или даже стать брамой творцом вселенной лучше если мы это ценим если мы понимаем собственно это таким образом вот столько философии просто вот в первом предложении кунти начинает произносить молитвы выражать свое сердце на свой ум и здесь очень здесь содержится виданта здесь содержится конечный вывод ведического знания здесь содержится очень высокая окончательное понимание абсолютной истины но кунти при этом не занималась этим она не пыталась это понять то есть это просто включено в ее бакте бакте включает себя этом здесь справедливым будет поднять сомнения что кунти является парамахамсы преданной высшей категории чистый преданной господа находящийся с ним в как в отношениях про в расе духовной и безусловно в таком бакте есть и гьяна в такой бакте включено полное знание трансцендентное но мы же не находимся на этом уровне на котором находилась кунти дэви но приятная приятный факт в том что бакте на уровне садданы бакте форме шрам нам киртанам и других процессов также включает себя гьяна трансцендентное знание об этом говорится в шримад бхагатам ранее васудэвы бхагавати бхакти йога про йоджитаха джаная тяшу варагям гьянам чая дахай тукам гьянам ахай тукам знание гьянам трансцендентное знание само собой приходит к тому кто васудэвы бхагавати бхакти йога про йоджитаха кто занимается предным служением верховной личности бога васудэви то есть процесс предного служения практическое служение господу и вот в этих вот формах таких как шрамам и киртанам и другие виды служения достат является достаточным методом для того чтобы обрести все знания развивая любовь к богу мы обретаем все знания предное служение самодостаточное живу да сами также в бхакти сандар вид цитирует шримад бхагаватам где слова господа брама кажется или у меня нет сейчас под руку этой цитаты недавно прочитал джига с вами говоря о превосходстве бхакти над другими духовными практиками цитирует шлоки шримад бхагаватам и там говорится что как человек может вообще отвлечься от бхакти и заняться гьяной допустимая пересказываю коротко то есть путь бхакти самодостаточен то есть там приводится пример сравнение с перемалыванием пустой рисовой шелухи то есть если мы занимаемся бхакти служим кришне под авторитетным руководством занимаясь авторитетными видами предного служения то как можно бросить это и заняться гьяной аскезами изучением для того чтобы попытаться понять его форме без личного брамана или параматмы допустим как можно это сделать это все равно что просто взяться за перемалывание пустой рисовые шелухи то есть это уже отброса на это же это не нужно то есть это абсурдно преданное служение достаточно в этом в этом суть и царица кунти демонстрирует это на своем примере достаточно быть преданным для того чтобы обладать полнотой знания не быть обделенным знанием под гьяной в частности в этом стихе васудэва бхагавати бхакти йога прайоджи тага подразумевается понимание духовной природы души отличное от материального тела и под гьяной также подразумевается понимание верховной личности бога как пребывающего внутри всего и вовне всего то есть человек который понимает это сознает это он уже достиг совершенства если он занят чем-то неважно каким религиозным какой религиозной практикой или духовной практикой он занят если он этого не понимает то нет смысла в его практике то есть это нужно осознать это цель всех аскез всех видов духовной практики бхакти формишь равным и киртаном и других процессов при одного служения включает себя знание то есть тот кто занят этим не будет обделен знанием и кришна говорит это подтверждает это в бхагавадгите 1010 ты шам сатата югтанам бхаджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там я намам упаян тите тот кто с любовью и преданностью служит мне прити пурвакам прити означает любовь прити пурвакам то есть он занимается служением с любовью шел пропада дает определение что значит прийти пурвакам или заниматься служением с любовью это значит стараться выполнять его как можно лучше совершенствоваться в нем это означает любовь не с таким настроением что вот это надо делать ну ладно ну давайте я сделаю результатом такого служения не будет дадами будхи йогам там то есть кришна не даст человек не откроется не нужно дешево оценивать вот это утверждение дадами будхи йогам там кришна дает разум или кришна дает понимание как прийти к нему это сильное утверждение кришна лично находясь сердце дает понимание человеку как прийти к нему но здесь есть нечто большее что может ускользнуть из-под нашего из-за из-под нашего внимания то есть кришна открывает себя кришна сам открывает себя преданному то есть он вот эта фраза включает себя это дадами будхи йогам там кришна открывается нам и кришна лично дает нам уже руководство он открывается он становится доступен мы можем получать лично наставление напрямую от кришны о том как в конечном итоге просто при оказаться в духовном мире view в окружении его вечных спутников кришна открывается тому кто с любовью служит ему но если человек думает о это надо делать ну ладно давайте я сделаю это результатом такого служения не будет сознание кришны кришна не откроется шила пропада очень делает это четким в одной из лекций на которые сейчас ссылаюсь где он объясни цитирует вот эту шлок и объясняет прийти пурвакам что значит с любовью совершенствоваться стремится делать это как можно лучше ценить возможность служить кришне таким образом тот кто занят предным служением тому открывается все трансцендентное знание все реализации духовные приходят к такому человеку все духовные реализации которые очень большим трудом можно достичь через занятия гьяны или йогой на можно медитировать тысячи лет совершать аскезы тысячи лет и не достичь того что можно очень быстро обрести через бакте бакте это самодостаточный метод самый совершенный метод духовной самореализации объектом и целью которая является верховная личность бога выше аспект абсолютные истины в бхагавадгите наши ачария объясняют почему как и объясняет каким образом используется слово гьяна на что такое гьяна и дам тут и гух я тамам кришна кришна использует слово гьяна я дам я открою тебе самое 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 сокровенное знание он использует слово гьяна а наша чаре объясняет что он здесь имеет ввиду 9 процессов бакте и почему кришна 9 процессов бакте называют гьяной потому что санскритское слово гьяна само по себе означает то посредством чего постигается что-то на то есть допустим предмет является целью как предмет мы должны постичь какой-то предмет по этому предмету есть книги на содержащие информацию вот эта информация эти книги является является средством постижения этого предмета таким образом слово гьяна означает то посредством чего постигается что-либо и поскольку человек занятые шравнам и киртанам обретает полное духовное осознание предное служение форме шравнам и киртанам называют гьяной на таким образом гьяна в багаудгите в девятой главе богат гид в седьмой главе богат гид и так в девятый точно слово гьяна применяется в отношении преданного служения практического преданного служения анги-бхакти их называют гьяны потому что через про их практику человек обретает трансцендентное знание осознает кришну во всех его проявлениях также кришна по поводу знания о гунах материальной природы говорит что только только мои мои преданные могут постичь его то есть это весь вот этот последний раздел багаудгиты называется гьяна да и это действительно очень философский раздел очень очень в духе упанишат и кришна подчеркивает что все остальные сломают зубы об этот гранит науки который он излагает в последней в последнем разделе богат гид и последние три главы выше последние шесть глав гьяна только мои преданные могут постичь это и воспользоваться этим знанием то есть не только с помощью преданного служения можно обрести реализации которые могут обрести гьяни или йоги а напротив можно обрести еще больше что недоступно ни гьяни ни йогам а только преданные то есть бакте преданные могут постичь это то есть бакте дает все что можно обрести через другие методы и плюс то что через другие методы нельзя обрести то есть бакте это все плюс плюс нечто еще нам так можно понять что самодостаточную природу бакте и шел пропадать часто цитировал одну шлоку и цитировал ее и в комментариях и в лекциях это шлока из народа панчераторы народа муни произносит эту шлоку а рады то я ди хариста пасата таким на рады то я ди хариста пасата таким антарба и ряди хариста пасата таким антарба и ряди хариста пасата таким если человек должным образом занят поклонение верховной личности бога зачем ему совершать какие-то аскезы это как нельзя хорошо относится кунте зачем я аскезы если она занята поклонением верховной личности бога с любовью и преданности да и так если человек занят должным образом поклонением верховной личности бога зачем ему совершать какие-то суровые аскезы и если человек не занят должным образом поклонением господу зачем ему совершать какие-то аскезы в обоих случаях нет смысла в аскезах если аскезы не пусть не помогают не 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 помогают удовлетворить верховную личность бога и снискать его милость то в этих аскезах нет никакой ценности если человек уже осознано уже занят служением верховной личности бога то зачем ему какие-то аскезы совершать кроме того что кроме аскез которые включены в его преданное служение далее вторая часть шлоки если человек не осознает верховная личность бога шри кришну пребывающего внутри всего и вовне всего какой смысл его аскезах если человек осознает верховную личность бога пребывающему пребывающего внутри всего и вовне всего какой смысл в его суровых аскезах на то есть опять вот это утверждение антар бахир ядихариста тапасахта на антар бахир ядихариста пасахта таким если человек не осознает что верховный господь кришна пребывает вне всего и внутри всего то грош цена всем его аскезам которые он совершает в них нет смысла если они не ведут можно сказать что когда мы через не хочу занимаемся преданным служением то в этом нет смысла потому что мы так не сможем осознать кришну кришна не откроется нам он не даст нам разум то есть мы должны так или иначе опираться на здоровый энтузиазм основанный на 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 вере на шратхи являющийся аспектом шратхи фактически у цаха энтузиазм является аспектом шратхи то есть мы должны следить за тем чтобы мы действительно служили кришне с любовью выполняли служение с любовью с желанием вот это очень сильное утверждение из народу панчра троим а рады то и 디хари стопол сахта такими народы до эдих ариста посохта такий мы антар бахир йадих ариста посохта таким нам дор биори а vie ристопол сахта таким в этом цель аскез любых asquez подняться она прийти прийти на платформу преданного служения если этого не происходит нет смысла в аскезах в этом суть утверждения то есть и цель любых аскез это предное служение и осознание кришны и кришна кришна также говорит в четвертой главе бхагавдгиты 411 как это шлока начинается я яд хамам да я яд хамам пропадент этом статова баджами хам мама вартману вартантема нужна мама вартману вартантема нужных партха сар вашего как человек предается мне так я и отвечаю ему соответствии с его преданием и также в третьей главе где раскрывается принцип яги артат деятельности в духе яги наша чаря объясняет что кришна верховный господь и вот это вот осознание абсолютной истины в высшем аспекте бхагаваны во вторичных аспектах как параматмы и брамана вот это осознание открывается человеку пропорционально его жертвенности пропорционально тому насколько он отказывается от всего другого в пользу духовного самосознания я яд хамам пропадент и как человек предается мне так я отвечаю ему и яга яги арт-хат карманного нетра локаям карма бандана любая деятельность должна совершаться как подношение вишну противном случае она становится причиной материального рабства и бром осознание брамана параматмы и бхагавана открыл раскрывается в человеке пропорционально там его яги жертве то есть пропорционально тому сколько он приносит в жертву в пользу духовного самосознания пропорционально этому он и прогрессирует или как шилл прапада говорит в одном из комментариев богат гите что наш духовный могу процитировать духовный прогресс человека зависит от того насколько хорошо он выполняет свои обязанности в сознании кришны духовный прогресс зависит от того насколько хорошо человек выполняет свои обязанности в сознании кришны также введение к нектар наставления и шилопропада тоже делают такое интересное утверждение что прогресс сознания кришны зависит от позиции предного то есть от позиции от его отношения то есть наше отношение определяет наш духовный прогресс если духовный прогресс так себе нужно понять что это только потому что отношение кришн и и к предному служению к миссии так себе тоже отношения определяет это тьют шила правопада использует слово очень подходящий перевод отношения или настроение от настроения предного или позиция предного отношение к предмету к отношения к науке предного служения и практике предного служения определяет наш духовный прогресс вот таким образом на примере царицы кунти мы должны с полной уверенностью посвятить себя предному служению понимаю что это этого одного достаточно чтобы перед нами открыл открылись все двери все двери в самые высшие уровни духовного самосознания харе кришна здесь закончу есть несколько минут на вопрос и пожалуйста да сейчас сейчас секунду это лекция шила правопада по второй главе багат гид и 246 62 если не ошибаюсь и я проверю именно во второй в лиге я читаю лекции транскрипт лекции шила правопада ко второй главе и вот там я это встретил и по моему это вот именно в 246 62 эта лекция по багат гид и прочитанная 16 декабря в 1968 году где-то здесь если нет то предыдущее возможно предыдущее то есть по стихам до 46 я я поищу я могу быстро это найти знаю фразы какими искать там шила правопада приводит да давайте ну тяжелые трудные моменты они потом мы их ценим очень сильно вот и как тогда вот это понять да что мы за счет чего-то другого продвигаемся в действительности и вот вы потом дальше говорили о том что ну как бы от прохождение через трудности и апатия это разные вещи что кришна нам не откроется если мы через не хочу делаем это утверждение относится к апатии это вот это отношение апатичное отношение к преданному служению фактически это вариант сознательного пренебрежения преданным служением тогда как позитивную сторону вот этих трудностей или когда сначала что-то я да в гуне благости деятельность сначала воспринимается как яд потом она становится нектаром то есть это это разные вещи мы говорим о разных вещах то есть это не противоречивые утверждения об одном и том же это просто разные вещи то что вы сейчас пытались описать это борьба почему вы делаете что-то что трудно ради чего вы это делаете вы это делаете сознательно ради того чтобы очиститься и совершить духовный прогресс но апатия это когда перед вами открываются возможности делать что-то и совершать таким образом духовный прогресс а мы носом не носом не воротим так сказать а у нас апатия апатия если мы делаем это через не хочу но в действительности мы делаем это через не хочу так и оставаясь вот в этом состоянии апатии без желания понимаете разницу вот я не хочу что-то делать но я сделал это на отвали как как говорится через не хочу и я не ценю это никак или вот надо выйти на санкир это трудно и я не хочу но я пойду потому что это мой шанс духовно развиваться это другое настроение то есть разница в отношении вот то что шилл пропад как прогресс зависит от отношения преданного понимаете да что эти утверждения они касаются разного до трудности аскезы в преданном служении обеты обязательства какое-то бремя ответственности это все необходимо это тоже может восприниматься я не хочу этого я не хочу до моя природа определено обусловленное сопротивляется но я но я но я и хочу одновременно это делать до чтобы справиться со своей обусловленной природы чтобы удовлетворить кришну поэтому в этом разница пренебрежение апатии пренебрежения таска это относится категория оскорблений тогда как другое то о чем вы говорили это относится уже к нам абаз к попыткам совершенствоваться это сознать здесь есть сознание здесь есть сознательность тогда как в том случае в негативном случае это отсутствие сознания это бессознательность нам дают возможность удовлетворить кришну нам не интересно не не интересно не хочу не надо мне это ну нет нет некуда деваться давайте сделаю ладно давайте сделаю но в принципе мне наплевать на это лучше бы это не делал нам но вы не думайте также о санкиртане вы думаете да это трудно я не хочу но я пойду вы выходите думаете слава богу что я пошел или трудно повторять мантру но вы все равно стараетесь и потом думаете слава богу я не бросил и продолжал стараться то есть вот это вот одно требуется ожидается от преданного от искреннего а другое нужно прикончить как можно быстрее просто прекратить тамас не ведет к прогрессу тамагуна никогда не ведет к прогрессу и нельзя занять как-то в прогрессе сознание кришны как-то прояснилась разница на поэтому не надо бояться вот эти вот этих вот состоянии когда что-то тяжело дается но мы понимаем что именно это нас и вылечит все от кришна на матча рита 10 этапа видя питопа таптаса на себя народ чекану рука с вами сравнивать желтухой из-за желтухи человек не может чувствовать сладкое также пораженные сознание пораженная виде невежеством не может воспринимать ощутить сладость трансцендентного имени качество деяния господа нам и повторяю слушаем о кришне повторяем его святыми на но не чувствуем сладости святых имен но мы знаем что если мы будем внимательно анудара тонуть и нам постоянно и и внимательно с великим почтением повторять имена то это вырвет с корнем болезни то есть здесь настроение дается это мне не приносит удовольствие трансцендентная деятельность это моя неудача это про это признаки болезни о виде но именно трансцендентной деятельности является лекарством поэтому я буду постоянно с великим почтением принимать это лекарство это то вот о чем вы говорили да и апатия апатия и пренебрежение это уже относится полностью категория оскорблений это не нужно себе позволять харе кришна и еще вопрос через пять минут хорошо тогда закончим гранд гарад шримад бхагаваттанки шел по правопадке анантакоти важно уровень таки хрэй кришна хрэй кришна 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 рирома харе рама 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 харе харе